всем привет друзья с вами инфокар юэй peugeot 3008 наконец-то добрался до наших краев и мы одними из первых протестируем сразу две его модификации это allure и gt-line и для этого мы специально приехали в одессу ну что ж начинаем внешне эти две модификации практически неразличимы за исключением одного но немаловажного нюанса gt-line имеет двухцветную окраску его корма всегда будет черный а второй цвет вы можете выбирать из нескольких по вашему усмотрению о дизайне 3008 можно говорить долго потому что интересных элементов здесь немало я бы хотел обратить ваше внимание буквально на несколько это вот такая вот вогнутая решетка радиатора которая стала отличительной чертой для всех современных пжей достаточно грозный прищур фар и вполне себе мускулистая линия подоконная линия все это намекает на то что 3008 стал серьезнее и однозначно определился со своим форм-фактором он теперь играет в лиге кроссоверов передняя оптика кстати необычная а полностью светодиодная и она идет стандартно начиная со средней комплектации ну а всего комплектации предусмотрено 3 актив allure и gt-line начальная стоимость 26 тысяч 500 долларов сша за белый allure просят 31 300 а за топовый gt-line 34 тысячи 900 и это конечно же без учета доп опций силовых агрегатов предусмотрено 2 1.6 турбобензин и 2.0 турбодизель причем турбобензин доступен только в базовой комплектации все остальные предлагаются с турбодизелем ставка сделано именно на него в салоне 3008 смелый полет дизайнерской мысли находит свое продолжение вот в таком вот оформлении интерьера который называется ай кокпит 2 это действительно кокпит потому что все здесь развернуто в сторону водителя все его окружает и дает однозначно понять что главный в салоне именно он ну а в целом по интерьеру мы уже рассказывали нашем первом тесте теперь давайте больше сосредоточимся на том что вошло в базовой комплектации тех 3008 которые приехали к нам и что будет предлагаться за доплату ну и конечно же чем отличаются версии allure и gt-line пожалуй первый вопрос который возникает у всех при взгляде на салон это являются ли стандартными цифровая приборка и вот такой вот экран мультимедийной системы ответ да обе они уже идут в базе что касается отделки салона то у нас он тканевый но с кожаными вставками как видите боковины на сиденьях вот это вот боковая поддержка достаточно хорошо развитая к слову и развитая даже вот в плечевом подпоре она является стандартной для версии allure ну и очень много вопросов скажем так возникает вот к этой вот тканевой вставки на передние панели не будет ли она очень пачкаться не будет ли собирать пыль ну на наш взгляд она не сильно отличается от той же тканевой обивки на сиденьях ну и что касается если уж говорить о материалах что касается пластиков то вот очень интересно что здесь 3008 пластик на передних дверных картах он наверное мягче чем пластик на передней панели но в обоих случаях это мягкие пластики единственный нюанс который я хотел бы отметить и который хотел бы покритиковать это то что вот эти вот стыки они пока что не удаются почему-то французам западлицо то есть в некоторых машинах вот этого ступенька она очень заметно здесь я практически нет но есть чуть-чуть сбоку и вот тут был еще замечен такой уголок он практически во всех версиях вот здесь вот выпирает и него даже можно поцарапаться но справедливости ради отмечу что в остальном по салону каких-либо огрехов сборки нами больше замечено не было и даже здесь вот на центральном туннеле вот эти вот пластики они мягкие что касается водительского места то кресло в версии allure она уже оснащена электрорегулировками и есть электропривод также поясничного подпора и выдвижная поддержка под коленей плюс к этому память на две позиции ну и конечно же такой вот прикольный руль штурвал такой бубличек который мы не раз уже не раз уже про него рассказывали в современных peugeot отмечали то что он очень удобен в хвате на самом деле и здесь в 3008 он также острый то есть рулить по большому счету и проходить многие повороты вы можете даже без перехвата рук причем здесь его особенно заключается в том что он скошен и снизу и сверху плюс всего лишь на две спицы но действительно если у вас такой экстерьер и интерьер то руль также должен быть соответствующий интерьер джеки line очень наряден в первую очередь благодаря кожаной отделке на помистраль которая является стандартным оснащением плюс функция массажа с несколькими вариантами и интенсивностью у передних кресел панорамный люк а в качестве вишенки на торте два комплексных режима буст и релакс они слегка перенастраивают алгоритм работы коробки педали акселератора а также амортизаторов меняет освещение в салоне задействуют тот или иной массаж и наполняют салон ароматом встроенного ароматизатора есть в нашей версии и дополнительные опции например система кругового обзора удержание в полосе адаптивный дальний и система предотвращения столкновений все это идет за доплату посадка на второй ряд удобная потому как дверной проем высокий и практически ровный сам диван показался мне жестковатым зато здесь одинаково рады всем троим пассажирам центрального тоннеля нет и в помине но центральная консоль с выступающими воздуховодами немного смущает свободно оказалось и по высоте и по запасу места для колен а вот для ступней место в обрез объем багажника 520 литров здесь жесткий переставляемый по высоте фальшпол ответственная пластиковая борта с небольшими нишами и полка прикрывающая поклажу порог невелик а пятая дверь с сервоприводом открывается на достаточную высоту в зависимости от положения пола под которым находится докатка задние сиденья при складывании могут образовывать ровную площадку ну что вот мы добрались до наших дорог на новом 3008 как говорится сели и поскакали напомню что тогда на первом тесте в италии первым наши руки попал 3008 с дизельным мотором мощностью 180 лошадиных сил а теперь у нас его же версия то есть это тот же двухлитровый дизель только в меньшей степени форсировки на 150 лошадок и 370 ньютонов крутящего момента то есть потеряв 30 лошадей и ровно в 30 ньютонов по сравнению самой мощной версией мне кажется совершенно незначительно потому что по ощущениям этот дизель идет также бодро и динамично как и его старший и более мощный собрат производителям обещано что разгон до сотни должен занимать 9,6 секунды как видите у нас получилось фактически 10 но сделаем скидку на внезапно испортившуюся погоду и влажный асфальт напомним что для заправки тестовых машин мы выбрали сеть азс у крафта реализующую в киеве литовское топливо орле к тому же теперь имеем возможность объективно сравнивать их расход и динамику зная что в баке топлива стабильного качества да по техническим характеристикам здесь не заявлено полка крутящего момента а заявлен его пик то есть он достигает ровно на 2000 оборотах но по ощущениям мотор уже неплохо тянет где-то с полутора и до трех до трех с половиной вы можете на рассчитывать на хорошую тягу при необходимости обогнать кого-то это можно сделать запросто ну и что касается коробок передач что здесь все неизменно то есть и для более мощного дизеля как тогда и для вот этого идет гидромеханика это модернизированный шестиступенчатый автомат он обозначается индексом и отель и по-моему здесь уже было доточено все что можно было доточить то есть плавность переключений своевременность этих переключений практически до идеала доведены единственный нюанс что вот при смене первых двух передач все же иногда сам момент смена может быть заметен но по большому счету придраться к этой коробке я не могу ну и теперь один из немаловажных аспектов для наших дорог а именно ходовые качества новинки и сразу хочу отметить что версии для украинского рынка не подвергается какой-либо адаптации как я думал ранее они точно такие же с теми же пружинами и теми же амортизаторами здесь как вы помните установлена подвеска макферсон впереди и скручиваемая балка сзади да да именно балка не многорычажка и это тем более удивительно что до поры до времени она себя никак не выдает то есть если этого не знать в этом незнании можно проездить достаточно долго даже по плохим нашим дорогам по большому счету все вот эти вот неровности стыки заплатки короче весь этот трэш я даже не хочу его перечислять вы сами его прекрасно чувствуете наверно каждый день кто ездит за рулем 3008 отрабатывает очень достойно старается максимально сглаживать смягчать но все-таки когда трэша становится с избытком это заплатка на заплатке тогда вот где-то в недрах подвески проявляется некая жесткость но все равно она очень достойно борется вот с участком на трассе киев одесса именно когда вы выезжаете из киева 1 километров 100 наверное мы прочувствовали сполна конечно ее работу и здесь все очень и очень достойно но как же не замерить клиренс нашим классическим методом кто смотрел наш первый тест 3008 помнит что рулеткой и без водителя в салоне мы намерили под картером 180 миллиметров ну а дощечки показали нам 170 миллиметров что ж оно и логично мое присутствие за рулем отняла 10 миллиметров клиренса что касается шумоизоляции то здесь я хотел бы ее выделить отдельно и отдельно похвалить потому что акустический комфорт салоне поддерживается на должном уровне на очень высоком уровне я бы сказал даже когда мы разгонялись по трассе до 130 140 такаясь мы немного превышали в салоне было очень тихо и мы разговаривали не повышая голоса причем посторонние какие-то шумы в салон практически не попадали мы вот а без шумка и остались очень довольны в плане обзорности имеем плюс на минус потому что у нас отличный обзор по наружным зеркалам которые можно даже не подстраивать под себя тонкой регулировкой и очень узкий сектор обзора через салонное зеркало через зауженное стекло двери багажника а если к тому же у вас сидят пассажиры на заднем ряду то фактически вы этого самого салонного зеркала лишаетесь ну еще хотел бы покритиковать систему кругового обзора точнее не систему картинку с ее камер которая честно говоря в лучшем случае на три с плюсом то есть при современном уровне развития всей этой микроэлектроники сама картинка могла бы быть и получать более чтобы соответствовать уровню такого вот дизайнерского стиля который нам демонстрирует 3008 вообще если как-то обобщить впечатления за рулем этого автомобиля то они будут необычные по нескольким параметрам по положению в машине по ощущению автомобиля вам кажется что он заметно больше чем на самом деле чем на свои 4 45 метров в длину то есть это оптическая иллюзия я бы сказал создается и удаляющим салонным зеркалом и видимым для меня капотом хотя я сижу в самом заниженном положении переднего кресла но тем не менее капот я вижу и это тем более интересно что руль очень компактно как вы понимаете такой бубличек да и вот этим бубличкам с помощью этого бубличка точнее вы управляете крупным таким автомобилем полноценным кроссовером процессу сегмента в этом есть своя какая-то фишка ну еще вот эти вот волны интересные они мне все время отвлекали поначалу которая в лобовом стекле вдоль передней стойки это на самом деле подогрев лобового вот здесь вот сделан для того чтобы снег который смахивается дворниками он тут не замерзал ну зимой естественно и таял и выходил в сторону ну и традиционно традиционно подводим итоги нашей драйверской секции нашего драйверского раздела итогами по расходам топлива опять же если сравнивать дизельные и бензиновые моторы то тут мы получим но можно сказать колоссальную разницу в среднем расходе на сотню потому что у дизеля заявленные пять с половиной литров а у бензинового 9,8 то есть фактически грубо говоря 3 литра разница на сотню это весьма и весьма существенно и видимо поэтому клиенты peugeot особенно лояльные к этому бренду они ассоциируют его с дизельными моторами и соответственно на дизельной версии была сделана основная ставка ну а что касается наших показателей за время нашего теста то это около 6 литров на сотню в комбинированном режиме трасса немного города опять трасса разгон и торможения и так далее вот где-то около 6 литров все время наша цифра находилась то есть в принципе при желании при экономичной езде ее можно и немного занизить но соответственно если вы будете все время наступать переводить коробку в спорт режим то будет несколько больше но опять же все это в разумных пределах потому что это дизель ну что ж как и после нашей первой встречи после данного тест драйва peugeot 3008 сумел произвести на нас впечатление несмотря на то что мы уже с ним знакомы необычный стиль и много смелых решений привлекают к нему внимание не только соседи по потоку и любопытных пешеходов но и потенциальных покупателей только за март этого года еще до официальной премьеры было продано 55 таких автомобилей да и во всем мире спрос превышает предложение даже на родине во франции вот такую версию gt-line это придется подождать 3-4 месяца главным глобальным конкурентом в peugeot видят volkswagen tiguan и что интересно он является полной противоположностью 3008 строгий правильный одним словом настоящий немец что ж тем интереснее да и с остальным сегментом c suv которому относится наш герой тоже придется помериться силами и я думаю он будет делать это на равных потому что потенциал у него есть но мы посмотрим на этом у нас все не забывайте комментировать лайкать подписываться и заходить на наш сайт infocar.ua всем удачи на дорогах ни гвоздя ни жезла